После нескольких дней потепления на московский регион вновь обрушатся сильные морозы. Вопрос отопления в многоквартирных домах и социальных объектах сейчас на особом контроле. На одном из объектов теплоснабжения глава округа провел выездное совещание. Подробнее расскажем в сюжете. Эта котельная на улице 3-е почтовое отделение более чем с полувековой историей. Полтора года назад Министерство обороны передало ее муниципалитету. Тогда же провели модернизацию. Установили новый паровой котел мощностью до 13 кубов пара в минуту. Обновили теплообменники и два бойлера. Третий подключат уже в этом году. Современные технологии и оборудование повысили надежность работы всей котельной. В данный момент все котлы работают в штатном режиме. От этой котельной запитан всего один жилой дом, но 24 объекта. Это также торговые объекты, это промышленные объекты, это социальные объекты. Нам важно, чтобы везде вовремя поступал теплоноситель качественно. Не штатные ситуации бывают, это неизбежно в работе коммунальных систем. Но у нас и люди хорошие, с огромным опытом, поэтому аварийные и не штатные ситуации мы оперативно качество устраняем. Плюс к этому у нас держится достаточно хороший запас материалов. И есть не снижаемый остаток по складу, который мы постоянно пополняем. Опять же, что даёт нам возможность любую неисправность оперативно устранять. На балансе Люберецкой теплосети 74 котельных, 95 СТП и почти 250 километров тепловых сетей. Все системы жизнеобеспечения округа, включая и объекты энергетики, в условиях низких температур функционируют без сбоев. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.